В эфире новости премиуси в студии Лариса Есина. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. Последний звонок возвестил школьникам об окончании учебного года. Как уберечь детей от беды, решали на общешкольном родительском собрании. Александр Качур с подробностями о соревнованиях по рыбной ловле. А теперь более подробно. В пятницу для всех учащихся прозвенел последний звонок, который возвестил им об окончании учебного года. Наша съемочная группа побывала во второй Матвеево-Курганской школе, где последние звонки проходят наиболее зрелищно. Когда уйдешь со школьного двора, слова этой песни знает каждый. И грусть, и радость в глазах педагогов и уже бывших учеников. Праздничная суета и красота девушек, серьезность юношей, думы родителей о будущем своих вдруг ставших взрослыми детей, слезы и улыбки. Школа провожает своих ребят в большую жизнь. И о том, как она сложится, думают все без исключения присутствующие на этом торжестве люди. Мама и папа думают об ушедшей молодости, а сами выпускники, еще не поняв, что означает этот день в их жизни, то поправляют наряды, то смеются, то отводят глаза, смахивая украдкой слезы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодняшние выпускники прошли серьезный отрезок жизненного пути. Впереди у них дорога, дорога поднятию к тишинам. И я желаю, ребята, чтобы вы ее преодолели, этот путь. За спиной уже определенный опыт. Но самое главное, что, уйдя на каникулы, вы как-то проведете время. А я хочу, чтобы вы провели очень хорошо, используя для себя. Но самое главное, наверное, в другом. Чтобы будет время осознать то, что было и то, что будет. И сделать какие-то выводы. А выводы должны быть одни. Надо идти только вперед и только вместе. Поэтому выпускников, конечно же, я оцеливаю на то, чтобы успешно сдали выпускные экзамены. Но в этом вам поможем. Мы создадим комфортные условия, чтобы тот багаж, который вы накапливаете все время, вы могли реализовать в жизни. И обязательно, чтобы с этим багажом вы обязательно все поступили. Сегодня время людей, умных людей, которые имеют высшее образование. Добрый путь выпускникам на экзамены. А ребятам, ну, конечно же, провести прекрасное лето. С последним в звонку. Сегодня мы спасибо говорим, конечно, и родителям своим. Забота ваша и внимание, и терпение так помогают нам всегда. Но признаемся с ожалением, бываем глухи иногда. А мы вас любим, любим вас. Праздник получился ярким и запоминающимся. Выпускники теперь начнут сдавать экзамены и поступать в вузы, а у родителей еще очень много забот. Пусть они будут легкими и приятными. Успехов всем выпускникам и исполнения желаний. Сергей Зыков, Марк Зыков, телекомпания «Премиуси». Не за горами летние каникулы, так долгожданные детворой. Однако взрослые уверены, что в это время детей подстерегает немало опасностей. Как уберечь их от беды, решали на общешкольном родительском собрании. Задача наша с вами, совместная, в том, чтобы этот период для них был безопасным. Именно с этой целью мы здесь собрались. Поговорить о том, какие действия со стороны родительской общественности и педколлективам нужно предпринять для того, чтобы наши дети были в этот период здоровы и счастливы. Обращение заведующей районным отделом образования Галины Александровны Мась к родителям школьников в преддверии самых продолжительных летних каникул открыло общешкольное родительское собрание. Состоялось оно в минувший вторник в зале районного Дома культуры. В нем приняли участие самые неравнодушные родители и педагоги школ. Калина Александровна не единственная, кто пришел в этот день обратиться к родителям по поводу безопасного досуга их чат в каникулярное время. Заместитель главного врача ЦРБ Ольга Константиновна Мукиенко выступила с призывом позаботиться о здоровье своих детей, не выпускать на улицу в самое жаркое время дня, заставлять носить головные уборы, чаще купать, особенно самых маленьких. Со взрослыми детьми хлопот больше, потому что масса свободного времени, много соблазнов и стремление подростка оказаться старше своих лет могут довести до беды. К 12 годам авторитет именно родителя падает, и появляется авторитет посторонних людей, улицы, компании. Хорошо, что если какая-то там спортивная секция или художественный какой-то кружок, но вот они более авторитетны. Вот ваша задача к 12 годам стать другом, для того, чтобы не потерять контакт с ребенком. И когда в этом возрасте начинаются изменения, ценности меняются, и как раз в это время может поступить много информации о наркотиках, нужно с ребенком эту тему обсуждать. Подростковому возрасту свойственно драматизировать ситуацию. Нередко совершив проступок и не найдя понимания у родителей, подростки, желая наказать их, совершают попытку самоубийства. Увы, в нашем районе тому есть несколько примеров. Что делать, не отталкивать своих детей, советует Ольга Мукиенко. Суицидальное поведение, все равно не бывает так, что ребенок вот в аффекте в каком-то взял там и что-то такое сделал со своей жизнью. Чаще всего он долго обдумывает этот поступок, долго не решается, долго сомневается. И внимательные родители должны заметить изменения в поведении ребенка. Если вы с ним общаетесь, и у вас доверительные отношения, они каким-то образом изменились, вот тут нужно думать о том, что появились какие-то душевные переживания у ребенка, и стараться их понять, объясниться с ним и развеять все его сомнения. Еще одна серьезная опасность – наркотики. Реализаторы наркозадержащих средств повсюду. На дискотеках, в клубах, среди приятелей по улице. Как врач-нарколог Ольга Константиновна предупредила, подростковая наркомания ведет к разрушению личности. Она почти неизлечима. Родительский контроль – лучшее средство профилактики наркозависимости. Опыт показывает, что в принципе в подростковом возрасте до поры до времени желание попробовать наркотик впервые возникает именно в компании сверстников. Это может произойти где угодно – на улице, на дискотеке, на концерте, потому что хочется быть таким, как все – веселым, раскрепленным, забыть обо всех проблемах. И вот зачастую в такой обстановке появляется желание в первый раз употребить наркотик. Не могли не затронуть тему безопасности детей на дорогах в дни летних каникул. Благо дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних не зарегистрировано, отметил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алексей Кузырев. Не хочется, чтобы долгожданные для детворы летние каникулы открыли отсчет этой печальной статистики. Темы, озвученные на общешкольном собрании, актуальны и своевременны. Подручает лишь тот факт, что услышали призывы беречь своих детей исключительно благополучные родители, которым не безразлично, какими вырастут их сыновья и дочери. Жаль, ни одного проблемного родителя в этот вечер в зале районного дома культуры не было. Вот им бы послушать выступающих и увидеть, что заботятся о своих детях, к тому же почетно. Самых лучших с точки зрения педагогов родителей отметили благодарственными письмами за то, что занимаются воспитанием своих детей, растя так достойными гражданами общества. Лариса Есина, Александр Куличенко, телекомпания «Премиуси». Закончился учебный год и в учреждениях внешкольной направленности. Наш следующий репортаж с отчетного концерта Центра дополнительного образования детей. Закрым пекни, наш фестиваль начинается, По станции прекрасной земли, На праздник сегодня съезжаются, Пусть песни над миром летят, Как белые улыбки саями, И праздничной сцены нарях Откроются светлыми тайнами. Отчетный концерт в Центре дополнительного образования детей – Всегда большой праздник детского творчества во всех его проявлениях. Прикладное и изобразительное искусство, Вокал, игра на гитаре, хореография. Воспитанники Центра ждут его с нетерпением, Чтобы показать, чему за год научились. А для выпускников и вовсе событие примечательное, Они уже не любители, а почти профессионалы своего дела, О чем свидетельствуют сертификаты об окончании объединения ЦИДОТ. Многие, как показывает опыт прошлых лет, Осенью придут сюда снова, Чтобы освоить азы еще одного ремесла, Которое наверняка в жизни будет не лишним. Но не только поэтому. В Центре дополнительного образования Они нашли друзей, с которыми не хочется расставаться. Умеем петь и танцевать, И кисточкой картины рисовать, И с бисера плести, Ручком вязать, И на гитаре играть. АПЛОДИСМЕНТЫ В День библиотекарей 24 мая Все библиотечные работники района Встретились в Центральной межпоселенческой библиотеке, Чтобы отметить свой профессиональный праздник. Спасибо вам за труд. С праздником! Девять приветственных адресов руководителям библиотечных объединений Вручил глава района Александр Утковский. Повод для награждения – День библиотечного работника. По этому случаю в читальном зале Центральной межпоселенческой библиотеки Собрались отметить свой профессиональный праздник Работники всех 24 библиотек. Выступая с приветственным словом, Глава района Александр Утковский заметил, Альтернатива чтению есть – интернет, телевизор, Но все-таки книгу ничего не заменит. Да, сегодня есть сложности в плане того, Что читают, как читают средства информации. Это телевидение, это и интернет, Который, в общем-то, погружает во все эти направления. Но, тем не менее, я скажу одно, Что книгу ничто не заменит. И в этом плане, конечно же, И нам придется подбирать ногу. И то, что сегодня есть у вас на полках, Может быть, надо будет со временем переводить В электронные форматы, Для того, чтобы это было более доступно. Прогресс диктует новые условия работы. Возможно, отметил Александр Анатольевич, В скором будущем в библиотечных фондах Появятся электронные книги. К своему празднику библиотекари Подготовились основательно. Сделали презентацию о своей работе. Рассказали о каждом. Все без исключения трудятся по призванию. Потому что зарплата библиотекаря невелика. И надо очень любить это дело, Чтобы посвятить ему свою жизнь. Удивительное совпадение. День библиотечного работника и день кадровика Приходится на одну календарную дату. Таким образом, специалист по кадрам Центральной межпоселенческой библиотеки Валентина Королькова Не выпала из дружного коллектива библиотечных работников, Которые формируют. Лариса Есина, Александр Куличенко, Телекомпания «Премиуси». А сейчас коротко о событиях минувшей недели. На лесных полянах расположились лагеря школ района, Участвующих в игре. Поставлены палатки, разведены костры. Руководил игрой, как главный судья соревнований, Директор детско-юношеской спортивной школы Михаил Лысухин. Ребята все готовы к соревнованиям. И для поднятия боевого духа перед ними выступил Глава Матвеева Курганского района Александр Рудковский. Будем так говорить, какое-то время прервались в проведении Этой прекрасной, этой замечательной мероприятия, как Орленок, Где вы можете действительно пообщаться, Самое главное, что пообщаться, подружиться, Но и в то же время пососкизаться в своих каких-то навыках. Но, наверное, не самые главные эти навыки. Самое главное то, что на природе, в преддверии экзаменов, Вы сможете, в общем-то, просто побыть, отдохнуть И в какой-то степени, наверное, чему-то научиться. Всем вам удачи, побед, и, конечно же, хорошего вам здесь настроения. Ну и самое главное, техника безопасности. Это самое главное. Успехов! Друзья, ну, представители команд были на жеребенке, Они уже знают регламент проведения нашей соревнований. По итогам жеребенки команды знают, на какой этап, На какие мероприятия они сейчас направляются. Автобусы любезно подвезут вас к месту соревнований. Сколько же романтики в таких мероприятиях. Здесь и отдых на природе, и песни у костра, И спортивные соревнования, и рассказы руководителей команд о том, Как раньше играли в зорницу, о службе в армии, О войне и мире, и обед с дымком, и многое-многое другое. Сегодня радует, что в «Орленке» участвуют девочки, Ведь раньше многие команды были чисто мужскими. Формирование военно-патриотического взгляда на мир – Важнейшая часть воспитания подрастающего поколения. И все, кто участвует в этом процессе, работают на наше общее будущее. Ребята это понимают так же хорошо, как и их наставники. Победила в этом году команда Матвеева-Курганской школы номер 3. На втором месте школа номер 1 Матвеева-Кургана. На третьем – Садбазовская средняя школа. На четвертом и пятом местах, соответственно, Алексеевская и Анастасиевская средние школы. Участвовало в соревновании всего 13 команд. Поздравляем всех победителей, а также участников игры. Все получили новые впечатления и знания, А также заряд хорошего настроения и бодрости. Сергей Зыков, Марк Зыков, телекомпания «Премиуси». 26 мая в филиале «Эрго-Ринг» отмечается День российского предпринимательства. В преддверии этой даты в филиале «Эрго-Ринг» встретились потенциальные предприниматели-выпускники ВУЗа с уже состоявшимися молодыми людьми, которые успешно ведут свое дело. Лет, наверное, с 13 я перестал брать маму с папой денег, кроме тех денег, что они мне давали на образование. Потому что образование – это такой процесс, который каждый родитель должен обеспечить своему сыну или дочери. Бизнес – штука такая, в принципе, как и учеба. Если стараясь, то все будет получиться. Правильно поставленная цель и большая воля. Но тут надо еще и фантазии. Молодой, но уже достаточно успешный предприниматель Антон Джереджа поделился с выпускниками филиала «Эрго-Ринг» в Матвивом Кургане своим опытом начала предпринимательской деятельности. Пришел он не один, вместе с коллегой по бизнесу, тоже молодым успешным владельцем кафе «День и ночь» Дмитрием Визировым. Встреча эта состоялась в рамках «Единого дня российского предпринимателя» по инициативе ведущего специалиста районной администрации Екатерины Красновой. Ее цель – заинтересовать ребят, открыть свое дело и научить, как это сделать правильно, с чего начать. Антон Джереджа отметил, что бизнес дает финансовую независимость, авторитет среди партнеров по бизнесу. Меж тем, в деловой жизни далеко не все и не всегда решают деньги. Гораздо эффективнее работают дружеские связи, доверительные партнерские отношения. Однако, именно ради материального благополучия человек начинает заниматься бизнесом. Дмитрий Визиров поделился со студентами своими советами, как добиться успеха. Что нужно делать для того, чтобы заработать деньги? Первое – полюбить свою работу. Упасть и не слушать тех людей, которые тебе говорят, вот это мой конкурент, другие слова какие-то. Со стороны много чего услышишь только от тех людей, которые тебе завидуют. Что нужно для этого сделать? Просто упасть в свою работу, заниматься своей работой плотно. То есть, к примеру, я по своей части знаю, угодить клиенту первый, так как я говорил, то есть всегда общественное питание, правильно, всегда контролирует продукцию. Антон Джериджи заметил, что потенциал есть у каждого, но далеко не каждый сможет его реализовать. Предпринимательство – особый дар, умение работать с людьми. Дмитрий продолжил. У меня ресторан и бизнес, там очень тяжело клиенту угодить. Но если постараться, то есть, как это мне говорили люди, старший мне говорит, научиться танцевать. Если научиться танцевать под клиент, у тебя всегда будут и клиенты, и будет все хорошо. И никогда не говоришь, что это мои конкуренты. Конкурент сейчас везде есть. Если с кем-то бороться, допустим, это просто будет война. Лариса Есина, Александр Куличенко, телекомпания «Премеусин». Гражданская оборона – важнейшая составляющая нашей современной действительности. Несмотря на все попытки государства сохранить мир и безопасность своих граждан, угроза терроризма сохраняется. Готовность наших школьников противостоять ей проверял Сергей Зыков. Как и раньше, сегодня подготовка к каким-либо эксцессам, связанным с ядерным оружием, химической и бактериологической защитой, очень важны. Навыки такого рода пригодятся и в других экстремальных ситуациях. В первой школе Матвеева Кургана прошли занятия по гражданской обороне, и ученики, если не с удовольствием, то с интересом начали изучать вопросы защиты от ядерных вспышек и других вариантов оружия массового поражения. В советское время это было обязательной дисциплиной, в курсе военной подготовки учащихся. Сегодня в каждом учебном заведении это, скорее, факультативный курс. И тем более важно сделать эту работу постоянной. Ведь угрозы сегодняшнего дня заставляют думать о том, как нам себя вести в ситуациях, которые могут возникнуть в результате ядерных или химических ударов. Сергей Зыков, Марк Зыков, телекомпания «Премиуси». В Матвеево-Курганском районе на реке Крынка прошел ежегодный турнир по рыбной ловле «Весенний голавль-2012». Подробности от корреспондента Александра Качура. 20 мая в Матвеево-Курганском районе на реке Крынка состоялся ежегодный турнир по ловле голавля спиннингом с берега «Весенний голавль-2012». В нынешнем турнире приняло участие 38 человек. В соревнованиях принимали участие не только спортсмены из Ростовской области, но и наши гости из Братской Украины. Я прежде всего хочу вам всем большое спасибо сказать, что вы приехали на наш турнир, потому что вас 37 человек, несколько неожиданно для меня. На сайте 28 было, но заканчивалось 28. Я знал, что больше приедут, но не думал, что больше 30. То, что у вас здесь 37, означает то, что ловля становится более близкой. Я так полагаю, что все большее количество народа со дней знакомится, она начинает нравиться, и, соответственно, это побуждает к какому-то спортивному интересу. По уже сложившейся традиции не обошлось без погодных сюрпризов. Дожди, прошедшие накануне 17-18 мая в верховьях реки Меус и Крынка на территории Украины, подняли уровень воды в этих реках, прозрачность воды упала, но рыба ловилась. За 6 часов ловли зачетного головля, а это свыше 16 сантиметров, поймали 20 участников из 38. Некоторым участникам попадалось шамая, щука и даже окунь, но головля они поймать не смогли. Мне, как участнику, удалось поймать двух зачетных рыб. Более удачливые товарищи смогли поймать 4-5. Ну что, народ, я поздравляю вас с тем, что праздник удался. Наверняка для многих, для большинства. Те, кто рыбу поймал, это было все-таки интересно. И в этот раз у нас не случилась катастрофа. Поддерживает наше движение неформальное, выдает спонсорские призы, дорогие и среднебюджетные категории спиннинги для ловли рыбы в профессиональной и бюджетной категории. Значит, и в этот раз предоставила призы, в коеме мы сейчас всех и наградим. Победителем стал Никита Паршиков, город Таганрог. Второе место занял Вячеслав Сиденьков, город Таганрог. Бронзовым призером стал Александр Чижиков, Луганская область, Украина. Всем трем призерам были вручены подарки от спонсора спиннинги Норстрим от компании Мир Рыболова, город Москва. Эта компания с 2010 года выступает спонсором на всех турнирах по ловле головля и премирует победителей дорогими и качественными японскими спиннингами. Большим сюрпризом для всех участников стало участие в турнире Игоря Непомнящего из города Киева, Украина, более известного в России и странах СНГ под своим интернет-псевдонимом «Маньяк». Разумеется, к серийным убийствам и к криминалу никакого отношения он не имеет. Дело в том, что Игорь работает мастером-ювелиром, а в свободное от работы время занимается изготовлением рыболовных блесен, которые пользуются огромной популярностью у спиннингистов, увлекающихся ловлей головля. Его блесны, маньячки, благодаря своей уловистости, очень часто позволяли нашим спортсменам занимать призовые места на соревнованиях. Так, в прошлом году на всероссийском турнире «Большой головль-2011», проходившим в Липецкой области на реке Сосна, победителем стал Вячеслав Сиденьков, а третье место занял Михаил Чевелев, оба спортсмена из Таганрога. По их словам, они выиграли благодаря тому, что использовали имеющиеся у них в арсенале маньячки. «Большой головль» на другие приманки почему-то не реагировал. Каждому участнику нынешнего турнира Игорь Непомнящий лично вручил по блесне в подарок, а победителям комплекты блесен. Должен заметить, что своих головлей я поймал именно его блесной. Отдельно хочется отметить работу главного судьи соревнований Сергея Свиридова. Ну и, конечно, нужно сказать большое спасибо организатору соревнований Юрию Акапянцу, город Таганрог. Несмотря ни на что, и вопреки всему, ему снова удалось собрать на реке Крынка лучших головлистов. Надеемся, что этот турнир будет проводиться в нашем районе и в дальнейшем. Более подробную информацию об этом турнире вы найдете в нашей газете «Деловой МИУС». Александр Качур, Марк Зыков, телекомпания «Премиусия». Это была последняя информация о новостях «Премиусия». Мы с вами не прощаемся. Напоминаем вам, что новости «Премиусия» теперь в интернете на сайте «МИУС.Инфо».